Всем доброго времени суток, меня зовут Авангард, и самое время нам вернуться, судя по всему, в литературный клуб Доки Доки. Я попробовал поставить русификатор, но что-то добром это не кончилось, и игра сломалась. То есть после написания стихов она просто выкидывала меня в главное меню, а при попытке загрузиться непосредственно в какой-то диалог, она просто, во, я так подозреваю проблему в том, что я криво его поставил, и что-то теперь вообще вся игра стала какой-то кривоватой, как люди из Игрури, если кто помнит такое. Но я надеюсь, что мы как-то справимся. Стихотворение я написал практически полностью для Юрия. Ну и там немножко и других, конечно, девушек попало слов. Но в целом, я его целиком и полностью направил на Юрия. Хотя, нет, я так часто щелкаю на слова, которые прилежат к Юрии, что может быть это знак божий переключиться на неё, ну да ладно. Начнём. Я снова последняя. Не беспокойся, я только сам вошёл. Ты опять практиковалась на пианино? Да. У тебя должно быть много решимости. Начать этот клуб, а теперь ещё и заняться игрой на пианино. Ну, может не решимости, я думаю, скорее страсти. Помните, что этого клуба бы не было, если бы не вы все. И я крайне счастлива, что вы все хотите помочь мне с фестивалем. Ааа, не могу дождаться фестиваля. Это будет замечательно. А? Разве ты не жаловалась об этом, ну только вчера, Нацуки? Да. Я говорила не о нашей части фестиваля. На целый день в школе мы сможем играть и есть всякую вкусную еду. О, ты внезапно стал звучать похоже на Сайори. Модненько, у них же обычно есть жареный спрут. Спрут. Ты думаешь, что нечто крайне специфичное? О, да ладно тебе. Те, что... То, что имеешь в виду, что тебе не нравится спрут, то я сейчас крайне верю, что сквит это именно спрут, но что-то в этом духе. Тебе из всех людей... А? Я не говорил, что мне это не нравится? И что значит из всех людей? Что слышала? Это прямо в твоем имени. Блин, какая-то очень сложная игра слов. Я не могу ее осознать, простите. А? Мое имя не так произносится. Или это типа МО? Блин, и подумал, что типа в ее имя можно перестать буквы как инг, чернила, типа спруты. Или спруты. Блин. Кажется, мои знания русского языка начнут отдать прямо на голосах, убрасывая чернила. Черт его знает. Потому что шутка не имеет никакого смысла в переводе. И то, что в переводе, я и в оригинале не смог осознать, хотя обычно мне все же дается лавливать подобные игры слов. А? Не обращай внимания. Давай просто сфокусируемся на сегодняшнем событии, хорошо? На нашем событии, наверное. Нет, все-таки на нашем, собственно, событии пока что. Или, ну что это такое? Что это? Это, похоже, у меня сломалось из-за русификатора, когда я починил файлы. Надо бы переустановить всю игру, главное, чтобы сохранения не появились. Хорошо, хорошо. Твои реакции все равно не такие веселые, как Юри или Сайори. Прошу прощения. А где вообще Сайори? А, вот ты где. Сайори сидит за столом в углу комнаты и смотрит вниз в никуда. Я подхожу к ней. Эй, Сайори! Я, может, рукой прямо перед ее лицом? А? Ты опять упадаешь из реальности. А. Ха-ха, прости. Не обращай на меня внимания. Ты можешь выйти поговорить со всеми остальными? А? Все в порядке? Конечно. А почему бы все было не в порядке? Ли, ну, после ее вчерашнего стихотворения про бутылки. Как-то не особо верится в ее хорошее состояние. Ну, не знаю. Вот, посмотрите, какие я пишу стихи. Разве я похож на человека, у которого все в порядке? У меня не все в порядке. Ха-ха. Но про это можно, ведь не обязательно. Просто чувствуется, будто что-то с тобой немножко не так. Прости за мои предположения. О, боже, ты слишком много, вам не беспокоишься. Я в порядке, видишь? Сайори широко улыбается. Неубедительно, неубедительно. Не позволяй мне отвлекать тебя от того, как это сказать-то правильно. Не позволяй мне не отвлекать себя, пока ты веселишься с другими. Блин, ну ты не знаю, по-моему... По-моему, у кого-то явно не достал так внимания. Мне, честно говоря, кажется, что неправильно будет ее бросать. Ну, хорошо, если так говоришь. Ммм, я не знаю. Сейчас, я не знаю. Я бы продолжил диалог. Наверное, поэ... Ну, я не слишком хорошо общаюсь с людьми, так что, наверное, это было бы неправильное решение. Не знаю. Я с высокотством... Я бросаю беспокойный взгляд на Сайори перед тем, как вернуться ко всем остальным. Но разговор уже затих. И все вернулись назад к своим обычным делам. Может, мне нужно спросить Монику, не заметила ли она чего-то... С... Чего-то... Связанного с Сайори недавно. Раз уж они готовятся к фестивалю, они, должно быть, проводят много времени вместе. И я с робостью подхожу к Монике. Которая водится... Которая ищет что-то в бумагах на своем столе. Морфо, что случилось? Блин, какое имя все же... Неподходящее для этой игры. Какое имя? Не знаю, это Масамутса. Вот подходящий гораздо. Эй, это может прощать немного странно, но... Ты не заметил ничего необычного насчет Сайори недавно? Не замечал я ничего насчет Сайори недавно? С ней что-то случилось? В каком смысле? Ну, может, я слишком обо всем этом задумываюсь. Но она сегодня выглядит какой-то пришибленной. А, ты так думаешь? Не могу сказать, что я что-то замечал необычное. Моника смотрит через комнату на Сайори, которая... Возит резинкой вверх-вниз по столу. Может быть, что-то... Может, у неё на уме что-то. Мне удивлена, что я не так, кто тебя спрашивает, Морфе. Ты знаешь, я гораздо лучше, чем я. Да, но она никогда такой не была. Она всегда говорила во мне о вещах, которые её беспокоили. Но в этот раз она постаралась уйти от темы. Прости, я знаю, что это не твоя проблема. Просто хотел спросить, не знаешь ли ты что-то, поэтому... Думаю, хватит этого разговора. Нет-нет. Это и для меня важно. И я в виду, я тоже ведь её друг. И я тоже... И я также беспокоюсь о том, чтобы все члены клуба были в хорошем состоянии. Понимаешь? Может, я попробую сама с ней поговорить? А? Ты уверена насчёт этого? Она, похоже, хотела бы быть одна. Твою дивизию. Что-то реально надо игру переустановить. Какая-то непонятная фраза. Какая-то... Person of interest. Трест с человеком. Что имеешь в виду? Имею в виду, что можно про тебя, думает Морфей. Этого не может быть! Про меня? Как, черт побери, ты пришла к такому выводу? Ну? Либо, может, так и должно, что игра ломается. Это же хоррор. Я, наверное, не должна слишком об этом много говорить, но... Давайте сохраняться почаще. Блин. Как же я так умудрил сумму тигру этим русификатором. Сайюри говорит о тебе больше, чем о чём-либо ещё. Знаешь ли? А? Она была гораздо счастливее с тех пор, как ты присоединился к клубу. Как будто в ней загорелась ещё одна лампочка. Что? Что? Не может быть! Сайюри! Она всегда такая. Она всегда полна солнечного цвета. Человек-солнышко. И она ничем не отличается от того, какой она была раньше. Ха-ха. Ты такой забавный. Может, ты думал, что ты всегда видел её такой жизнерадостной? Потому что она такая рядом с тобой? А, я слишком много говорю. Прости. Знаешь, что я знаю? Я не хотела делать скоропостижных выводов, так что лучше тебе забыть о том, что я сказала. Я пробовал поговорить с ней, так что не задумывайся сейчас об этом. А, хорошо. Моника многозначительно улыбается. Я знаю, она сказала забыть об этом. Но я уже знаю, что я не смогу выбросить её слова из головы. Моника встаёт из своей парты и проходит через комнату туда, где сидит Сайори. Я вижу, как она присаживается рядом с Сайори и нежно говорит с ней. Она так тихо говорит, что я ничего не могу отсюда слышать. Я вздыхаю и сам сажусь. Я знаю, Сайори сказал не беспокоиться о ней и повеселиться со всеми остальными. Но это невозможно, когда она ведёт тебя вот так. Насколько сильно я не забочусь, что я позволяю этому так сильно? Что я позв... что... ну, короче, что я и так... Почему я так из-за этого переживаю, господи? Теперь уже я веду себя необычно. Но я ничего не могу сделать, кроме того, как ждать Монику. Чего такое чувство-то за мной наблюдает? Я смотрю вокруг комнаты. Я замечаю, что Юрий... А, да, Юрий. Конечно, мы совсем не общаемся с Нацуки. Это очень грустно. Можно писать ей стихотворение. Но как к этому отнесутся другие? Так сложно писать стихи... Писать стихи в женской компании, конечно. Особенно в гаремнике. Хе-хе-хе-хе. Ладно. Ну и Юрий, короче, смотрит на меня из-за книги. Но она быстро отворачивается с мощным выражением лица. Я понимаю, что... Так, у нее ничего не выйдет. Я, собственно, ни разу не видел, чтобы Юрий сама начинал с кем-то разговор. Потому что я в душе тоже чистый Юрий. Мне тяжело в первом завести беседу с человеком мало знакомым. В общем, у меня нет выбора, кроме как самому подойти к ней. Мне было уже полегче это делать. Я стою из-за парты и сажусь рядом с ней. Я не хотел тебя волновать. Расслабься. Ты даже ничего не сделала, но... Я видел, что ты хотела остаться наедине со своими мыслями. Своими мыслями. Как-то вообще могла способность решить, что я думаю что-то подобное. Ну, я так часто делаю. Поэтому мне не сложно было это понять, основываясь на твоей позе и выражении лица. Не то чтобы на тебе пялилась или что-то подобное. Я не делал ничего такого жуткого. Ну, я думаю, ты была права. Прости, если заставил волноваться. Не извиняйся. Твои проблемы забота только тех, кто сам желает их разделить. Конечно, есть и те, кто... Находит наибольший комфорт в том, что когда держит все при себе. Но если бы ты предпочел поделиться тем, что тебе на уме, тогда я была бы рада послушать. Да ничего такого. Просто я немного волновался за Сайори. Сайори? Да, она сегодня кажется слегка пришибленной. Но когда я... Но когда я спросил ее об этом, она не захотела это признавать. Поэтому я только и думаю о том, не случилось ли с ней что-то. А? Так довольно романтично. А? Прости. Я не имел в виду... Я не хотел говорить что-то такое глупое. Да не в этом дело. Просто не хотел, чтобы ты поняла меня неправильно. Сайори и я просто... Друзья уже очень долгое время. Вот и все. А, понятно. Тогда это, наверное, необычно, что она так скрывает от тебя свои чувства. Или, может, просто я слишком глубоко в это закопался. Или, точнее, правильно сказать. Или, может, я просто преувеличиваю. Офу. Мир полон значений, которые зачастую спрятаны куда глубже, чем можно представить. Есть много... Как вы к этому перешли? Есть много нерассказанных тайн у каждого человека. Не важно, насколько хорошо ты его знаешь. А? Так ты думаешь, что все-таки за этим всем что-то может быть? Ммм... Я думаю, что Сайори очень сложный человек. Ее манеры не всегда сочетаются с тем, что происходит внутри ее головы. И она может не всегда знать, чего она хочет. Я тоже заметила ее сегодняшнее странное поведение. И я тоже переживаю. Но в том случае, похоже, она полностью занимала твои мысли. Не так ли? Ммм... Наверное, так и есть. Сайори. Не правда ли? А... Наверное. Хотя не нужно все заставить вот так. Просто хорошие друзья это все. Юрия внезапно внимательно выглядывается в мои глаза. Ее выражение лица нежное и любопытное. Как будто она что-то ищет. Смущенно я отворачиваюсь. Иногда... Загад... Загадки человека неизвестны. Тайны человека неизвестны даже ему самому. И ты, как кто-то честный и заботящийся. Можешь раскрыть чувства, о которых ты даже не знал. Черт побери, Юрия. Что ты говоришь? Я что, зря писал стихи? Я уже три дня пишу стихи. Закидал в них самые непроизносимые слова. Только бы тебе понравилось. И ты мне-то никаких сайор... Хотя... Сайори... Блин. Юрий, зачем ты поднимаешь эту тему? Ты выбиваешь меня из колеи. Ах, Юрий. А вот это... Я думаю это... Она была бы очень... Удачливым человеком. Если бы ты чувствовал вот так... Себя. Я... Такие... Испытывал к ней чувства. Юрий. Ты... Ты меня переоцениваешь. Я довольно простой парень. Это, я думаю, мне довольно просто понять свои чувства. Я, конечно, не так умен, как ты, а? Это же не комплимент. Это то, что ты слышала. В любом случае... Почему бы нам не почитать? Да. Чтение. Чтение это я люблю. Что же. Если... Ты не против? Да. Мне нужно отвлечься от всего этого. Почему бы нам не начать прямо сейчас? Да, начнем. Вообще-то у меня есть просьба. Не возражаешь, если я сначала сделаю чаю? Конечно, нет. Спасибо большое. Если есть одна вещь, которая может... Порадовать меня. У... Улучшить, хоть не... Улучшить еще сильнее мою... Ааа, господи, что я несу. В общем, чашечка чая это то, что делает... Время, пройденное за чтением, только лучше. Да. Юрий, отправляйся к шкафу. Пам-пам-пам. Описание... Неважное описание действий. Что это? Чайничек? Я не знаю, что такое Water Pitcher. К сожалению, не буду это проверять. Нет, вот она еще и передает нам электрический чайник. Что же такое Water Pitcher? Может это... Что-то... Заварник? Я... Я... Я собираюсь подключить это... У ствола учителя. И затем мы наберем воды. Так, ну я просто смотрю. К моему удивлению, то, как она двигается, сильно кон... Сильно контрастирует. В общем, между ее движениями и тем, как она говорит, есть сильный контраст. Особенно из-за ее длинных ног, Юри кажется элегантной и методичной. Ну что, вроде невежливо смотреть на чужие ноги тогда, если об этом не подозревает мистер главный герой. Ну приятно, конечно. Мне кажется, я как-то необы... Я как-то очень странно веду себя в этой игре. Необычно для того, что можешь... По сравнению с тем, что можно видеть в других видео. Ммм... Да, water pitcher. Водяной pitcher. Это... Это я могу дать. Видимо, это все уже... Сосуд для заварки. То, что больше идей у меня нету. Что еще может пригодиться для того, чтобы... Сделать чай. Я не могу с тобой пройтись? Ну, почему нет? Пойдем. Куда это мы двое собрались? Мы просто... Юрий хотел сделать много чая. Понимаю, как странно это все объяснять Монике. Мы просто наполняем водяный pitcher. Заварник. А, хорошо. Простите, я просто немного любопытно. С этим же и один человек может справиться. Это... Моника, пожалуйста, хоть раз займись своими делами. Или ты хочешь сказать мне, что что-то не так с тем, чтобы увлечь Морфия в активности клуба? А? О, неловкая ситуация. Мой рот открывается. Я... Я думаю, что с этим нет ничего неправильного. Хм. Тогда пойдем, Морф. Блин, вот это, конечно, Юрия ее уничтожило и спепелило. Обратило в прах. Юрий, быстро уходите из комнаты, я иду за ней. В коридоре она внезапно прикладывается в лом стене. Прижимается в лом стене. Я сказала, не подумав. Где я могла сказать что-то подобное? Юрий, я просто... Так как она это сказала... Ставила меня почувствовать раздражение. Ну, мне бы тоже... Было бы неприятно, если там... Хочу... Там просящая как-то такой... А что это вы вместе пошли? Если, конечно, Юля хочет проводить время с нами. Но это гаремник, так что все персонажи здесь хотят проводить время с нами. Но гаремник ли это? Ну, ладно. Ну и, в общем, я могу понять Юрия. В принципе, я думаю на ее стороне. Это не потому, что я пишу ей стихи три дня. Что со мной не так? Нет, Юрий. Я думаю, ты все сделал правильно, да? Я не ожидал этого, но... Неправильно Монике судить людей. Вот так. Так, Морка. Как это, даже когда я делаю что-то плохое, ты ведешь себя со мной так... обходительно? Ну, потому что... Ничего из того, что ты сделал настолько плохо, насколько ты это... насколько... Блин, проклятие. Ну почему так сложно мне сразу построить фразу, которая бы правильно передала смысл? Ничего из того, что ты делал... Ничего из того, что ты сделал, не является настолько плохим, насколько ты это себе представляешь. Нету идеальных людей. У всех нас есть... Какая глубокая речь нашего героя? Ведь, казалось бы, он такой поверхностный и обычный японский школьник. Впрочем, и у обычных японских школьников бывают... моменты, когда они просто говорят вдохновляющие речи. У всех нас такая музыка играет. У всех нас есть эмоции, и мы не всегда можем их скрыть. Но ты всегда преувеличиваешь вещи в своей голове. Ха-ха-ха... Господи. Такие метафоры пошли. Простите. Простите. Просто, реально, героем был такой, знаете, он очень поверхностный. «Эй, я не хочу идти в клуб, я лучше буду смотреть аниме, но там есть красивые девочки, так что всё не так уж и плохо». Ну, как-то не было в нём глубины, а тут он выдаёт такие речи внезапно. «Твой ум, твой разум превращает лёгкий дождик в ураган». Эм, нет. Разве бы ты ненавидил меня за что-то такое ужасное? Конечно, если бы она мне это сказала, то я бы, конечно, наверное, ну, почувствовал себя неприязненно по отношению к ней. Ну, я думаю, мы бы нашли общий язык. Ладно. Ну, не знаю, ну, ненавидеть это, конечно, перебор. Почему бы я тебя ненавидел? И не могу ненавидеть кого-то за то, что у него просто есть эмоции. Какой бы друг это сделал? Вдруг, говоришь. Юрий поднимает голову. Морфе. «Мне правда нравится, что мы с тобой друзья?» Ха. «Спасибо, Юрий». «Мне тоже нравится быть с тобой, Древ Фрэнзот». «Я чувствую себя неловко, говоря что-то подобное, учитывая, что я уже...» «Что я всё суприблоня в клубе пытаюсь к ней подкатить». «Я делаю всё, что в моих силах, чтобы Юрий почувствовал себя лучше». «В любом случае...» «А, да. Нам стоит пойти?» «Да. Юрий и я идём к ближайшему фонтанчику». «Когда мы наполняем заварник предположительный, мы возвращаемся в класс». «Морфе, тебе нравится какой-то неизвестный сорок чая?» «Лонг». «Лонг». «Какой-то чай?» «А, да. Я не знаю, что за лонг ти?» «Надо проверить будет». «Мне что угодно подойдёт, но нет». «Мне, пожалуйста, чёрный чай». «И накидайте туда пару ложек сахара». «Так, Юрий устанавливает температуру чайника на 200 градусов». «Так». «Или это был...» «Или...» «Ты правда всё это очень аккуратно делаешь?» «Не так, конечно?» «Я должна сделать всё, что в моих силах, когда я делаю чай для других». «Даже если я не эксперт в чайе?» «Хм...» «Тогда ты будешь только ещё больше впечатлён». «А, думаю, да». «Так, что...» «Листья чая». «К моему удивлению, она начинает...» «Что там муройкать?» «Какую-то мелодию муройкать себе под нос». «Ты, похоже, сейчас ты, похоже, в хорошем настроении». «Да так?» «Ну, я показал это, и ты заметил». «Я немножко думала». «Я решила, что попробую выражать себя немножко больше». «Кажется, мне это не так уж сложно делать». «Когда ты рядом, в любом случае». «Это здорово, Юрий». «Только не заставляй себя слишком сильно». «Ты всегда беспокоишься об обниму орфа». «Да, как о Сайюре!» «То что мы друзья!» «Это очень радует». «Это Юрий не шутил». «Я даже не знаю, смогу ли я продолжать в том же темпе». «Я смотрю, как Юрий наливает для нас обоих чашечку чая». «Морф, мне ещё одна просьба». «Не возражаешь ли мы будем сидеть на полу?» «А, ну...» «А, чего бы это?» «Так, в моей спине будет попроще». «Я смогу читать, опираясь на стену вместо того, чтобы прижиматься к столу». «А почему нельзя просто столу там к стене подвинуть?» «Вот, отличная стена». «Шторку отодвинуть, и нужно к ней прижаться». «Да и, блин, по-моему...» «Ладно, не будем придираться». «А, прости, я не знал. Не беспокойся». «Мне просто часто боли в спине, поэтому я делаю всё, что могу, чтобы...» «Получше с этим справляться». «Это так?» «Интересно, почему?» «Наверное, потому что...» «А, ну тут, наверное, какая-то такая тонкая отсылка, что у неё большая грудь и у неё болит спина». «Моя...» «Или, возможно, твоя поза». «Всё так нагибаешься, пока читаешь?» «Да!» «У меня ужасная поза при чтении». «Но мне кажется, что всё-таки авторы не могли не вставить такую отсылку к этой части её тела». «В конце концов, какая у такой игры может быть целевая аудитория?» «Как раз, которая подумает об этом, вроде меня. Так, вот почему даже сидеть на полу. Справедливо!» «Что же, я возьму книгу. Я достаю её из сумки». «А, мне ещё есть с собой шоколад». «Это...» «Это набор маленьких шоколадных конфеток, которые я прятал от...» «От конфетного радарса Юри». «Я взял, потому что они хорошо пойдут чтением». «Юрий и я сидим у стены». «Мы принимаем тут же позицию для чтения, как в последний раз. Каждый держит половинку книги». «Только в этот раз наши тела ещё ближе друг к другу». «Я не очень хорошо вижу». «Юрий прижимается ближе, пока наши плечи не соприкасаются». «Как я должен сосредоточиться на чтении в такой позе?» «Юрий всегда была довольно милой, но...» «Но теперь, когда она не такая боязливая, мне трудно со всем этим справляться». «На...» «Лёгкое возбуждение, ничего страшного». «Это естественно». «Ты со всем справишься?» «Твоя чашка». «Ири передаёт мне её». «Ха-ха! Держа её рукой, которая держит книгу, я, оказывается, в фазе сосредоточиться». «Я не знаю, почему мне так весело. Наверное, мне и правда давно стоило прочесть какую-нибудь подобную новелку. Несмотря на ужасные вещи, которые, скорее всего, в ней случатся в недалёком будущем. «Ну, не знаю». «В последний раз, наверное, и не помню, как было, что мне было так весело». «Наверное, о том, что пока всё выглядит, ну, как в таких новелках. Глупее умело, немножко глупенько, но довольно увлекательно». «Да я давно не читал никакого хорошего, никакой хорошей новеллы подобного плана. Вообще, у меня небольшой опыт в новеллах». «Ну, помните, я и читал школьные дни, правда, это кинтайная новелла, так что лучше, наверное, не вспоминать про это прохождение». «Там особо, я бы не сказал, что там много романтики. Скорее, много грязи». «Ну, вот так вот, потому что теперь мне ещё нужно беспокоиться, чтобы я случайно не прикоснулся к её груди». «Ну, вот это да, тоже серьёзная проблема». «А, Юрия ничего не заметила». «Но её лицо уже приняло это напряжённое выражение при чтении». «И, наверное, мир вокруг неё уже растворился». «И я использую всю мою силу воли, чтобы стараться на чтении». «После нескольких минут, наконец, мне наконец удается расслабиться». «Скорее всего, зря». «Я ставлю кружку между ног и шуршу обёрткой от шоколада». «А, прости». «Я слегка отпускаю книгу, чтобы закончить с разворачиванием». «Можешь брать сколько захочешь». «А, это, наверное, надеюсь не окажется, что у неё диабет». «Хорошо, я не возьму». «А, вот это провал просто». «Ты уверена?» «Ну, если я коснусь, я могу замазать страницы». «А, ты права, я даже не подумал об этом». «Моя вина». «Нужно извиняться». «Я подержу книгу, хорошо?» «Да мы можем её сами покормить». «Я...» «Да, мы должны покормить её сами». «Это гаремник, это гаремник». «Нормально». «Поверено, конечно». «Юрий открывает книгу обоими руками». «И она держит её так, чтобы у меня не было дополнительных сложностей при чтении». «Но в результате левая рука практически устроилась на моей ноге». «Ну, в таком случае...» «Юрий уже сфокусировался на чтении». «Мне кажется, что мы просто ничего не прочтём». «Я закидываю конфету к себе в рот». «В том, я беру другую». «И я держу её перед Юрией». «Она даже не отводит взгляд от книги». «Она просто раскрывает губы, как будто ситуация совершенно естественная». «Боже, я так заумован». «Давайте сохранимся». «Хе-хе-хе-хе» «Я не могу уже остановиться». «И я с опаской кладу ш...» «Наш, конечно». «Есть тут особо нечего». «На один укус». «Я бы излива кладу шоколадку ей в рот». «И Юрия закрывает губы, клатываю её». А? Неужели она прихватила наши пальцы? Ха-ха. Спокойный. Не знаю, почему мне так весело. Вроде обычная ситуация для подобного жанра. Выражение Юри внезапно меняется. Я... Я только что... Юрий глядит на меня, как будто ей нужно подтверждение в том, что случилось. Ам... Марфин. Прости. Думаю, мне не нужно было это делать. А, это... Ты просто помогал. Это то, что делают друзья. Ну да. Верно. Имею в виду. Не то, чтобы в этом контексте, но... Да. Ну вот и всё. Да. Тогда... Тебе... Нужно останавливаться, что-то подобное. Понятно. Ситуация стала действительно напряжённой. Да. В ней появился какой-то интересный подтекст. Юрий пытается вернуться к книге. Но, судя по его выражению, он теперь не может сосредоточиться. Да, всё нормально. Моё сердце бьётся. Хе-хе-хе. Спокойно. Вон, город, спокойно. Я нервно беру... Зажимаю другую шоколадку между их пальцев. На этот раз глаза Юрия встречаются с моими. Всё, ну, спокойно, спокойно. Как... Как всё до этого дошло? Просто вопрошает наш герой. Как будто он против подобной ситуации. Юрий не отводит взгляд. И... Что... Что ж... А, господи, мне показалось, что что-то недо написано. Я ощущаю, что её грудь поднимается и опадает в ритме дыхания. Так обычно происходит при дыхании. Я поднимаю руку. А? Юрий снова раскрывает губы. Но на этот раз что-то по-другому. Я кладу шкодку ей в рот. Я чувствую горячее дыхание на моих пальцах. Хе-хе. Нет. Не останавливайтесь. Ладно все. А? Хе-хе. Время поделиться стихами. К чёрту стихи. К чёрту стихи. Всё, стихи... Потом почитаю. Нам с Юрией надо задержаться. Блин. Ух! Я аж сам чувствую себя немного забудораженно. Морф, можешь помочь Юрию убрать все это вещи? Блин, Моника что-то пытается нам всё портить уже второй раз за день. То и третий. Да, конечно. Ладно, спасибо. Вся магия разрушена. Я... Я разберусь с кружками. Ага. Юрия поднимает их с пола, а я забираю свои шоколадки. Быстро убираемся, не говоря... Ну, между... В полной тишине. Похоже, я чувствую, что ни у кого из нас не хватит храбрости под... Сейчас эту тему. Тем произошедшим. Ладно. Нужно пойти поддержать Саюри своими бодрыми стихами. Про смерть и разложение, судя по выбранным словам. Ну, милая, думаю. А, я уже могу сказать, что на тебе не нравится. Но... Тебе нужны без согласия в том, что я думаю? В конце концов, ты для кого-то другого написал, не так ли? Наверное, для Юрия. А? Я не писал для этого? Ну, мы-то понимаем, что писал, писал. Может быть. Это не то, что я имел в виду. Броши, блин, надо написать Саюри стихотворение, чтобы поддержать, я думаю. Всё в порядке. Ты заводишь новых друзей, как я и надеялась. А я от этого, правда, очень счастлива. И тоже счастлив, правда. Мне бы чувствовать себя так неловко, блин, сейчас. Не знаю, как будто я забросил Саюри, ведь она всё-таки наш друг. Детство. Так, что она сказала? Да, я не очень счастлив. Да, я ведь тоже счастлив в этом клубе. Ну, конечно, я счастлив. Хорошо. Это всё, что для меня важно. Спасибо, мод. Саюри. Что-то не так? А? Нет, ничего. Просто немножко устала. Хе-хе. Хорошо. Расскажи мне, если тебе что-то нужно. Хорошо, не беспокойся обо мне, ладно? Ты должна пойти поиграть со всеми остальными, если настаиваешь. Стихи где? А где стихи? Я сегодня пойду домой немного пораньше. Саюри? Скажи Монике, что я себя не очень хорошо чувствовал, ладно? Увидимся завтра. Где стихи, Саюри? Перед тем, как мне удается что-то сказать, Саюри быстро ходит из комнаты, что-то мурочит себе под нос. Ну, суки, можно и не показывать. Наверное, ты и правда ничему не научился. Я даже не знаю, почему я на что-то надеялась. Что? Я не думал, что это настолько плохое. Что я сделал не так? Поэмы не должны там глубоко звучать, чтобы что-то выразить. Я согласен. Но у нас такой стиль письма в этом прохождении. Уважайте мой стиль. Будет звучать так, как будто ты это всё просто... Всё это натягиваешь просто в стихотворении, ну, понимая, типа, нарочно-то будет всё звучать. Честно. Честно говоря, тебе лучше не пытаться писать такие стихи, пока ты не бьёшь, что уровня Юрия. Ну, и, суки, внезапно замолкает. Так и не говори мне, а? Ты же не пытаешься впечатлить Юрию? Просто подобная поэзия наиболее сильно задевает струны моей души, и я хочу писать то же самое. Почему вы все считаете, что я просто какой-то бабонька? Как же творчество? Как же искусство? Почему я не могу выражать себя так? Я возмущён. Ну да. О чём ты говоришь? И говори потише. Ты же знаешь, что Юрию понравятся такие ангстовые вещи. Просто то, что он талантливый писатель, не значит, я имею в виду... Хоже, у меня проблемы. Я, хоже, задел какую-то струну, хотя я сам не знаю, что натворил. Это мне так надоело. Ну, неинтересно. Хотя, ладно, неважно. Потом как-нибудь скажу, о чём я сейчас подумал. Нацуки выкидает мне обратно пэм. Забирай, что это такое пэм. Если я написала для кого-то ещё, мне её не показывать. Похоже, мне с самого начала было предначерта оказаться в мире боли. Но, по крайней мере, нацуки не та девушка. На самом деле, правда, не та девушка, которая пыталась впечатлить. Блин, мне никто не показывает стихи больше. Может, хоть Юри покажет? Я очень расстроен. Видимо, нужно одно прохождение, чтобы прочесть ей стихотворение. Очень надеялся прочитать стихотворение с Айори. Может, не... Посмотрим, пока что ли Юрина. Ну, вот, фэ. Это чудесно. И я чувствую эмоции, которые... Ты... Вложил туда. Это то, что... Это... Презультат того, что ты пытаешься... Пробовать то, что я предложил вчера. Я, честно говоря, не помню, что она уже предложила. То, что давненько записывала в эту серию. Да, наверное. Ты хорошо всё объяснила. Я правда хотел вложить туда побольше чувств. Юрий схватывает. Даже её руки будто вспотели. И я не привыкал к этому. К чему? Я не знаю. Всё хорошо. Юрий дышит, если... Ну, все люди дышат. И пытаются собрать свои мысли в кучку. Я знаю, что Юрий любит подумать перед тем, как говорить. Поэтому... Тому я терпеливо жду. Да. Просто то, что меня кто-то вот так ценит, я думаю. Наверное, это звучит очень глупо. Но то, что кого-то смотивировали мои... И смотивировало написанное мной. Это просто оставляет меня чувствовать себя действительно счастливой. Ты говоришь, что я ни с кем никогда не делилась раньше тем, что написала. Юрий кивает. Правда? Я не верю в это. Правда пишу только для себя. Помимо этого... Люди бы просто посмеялись надо мной. Ты правда так думаешь? Юрий кивает. Ха. Да что и близкие друзья. Который наверняка у неё нет близких друзей. Она одиночка. И что и существует отдельно ото всех. Хотел сказать, как я. Но мне кажется, что я составлю себе какой-то странный образ. По какой-то причине Юрий не отвечает. Ну не знаю, на самом деле тоже могу понять. То есть, даже то, что какие-то стихи, которые я выкладывал на фейбуке, когда... Мне будет тяжело это сделать. Но на самом деле в интернете это легко делать. Вживую мне сложно какого-то дать прочесть. Даже когда кто-то просит. Потому что, ой, не знаю, я чувствую неловкость. Потому что... Наверное, не очень ценю то, что пишу. Юрий? Юрий грустно улыбается. Морф, время обеда я ем одна. Ты это знал? Это отличное время, чтобы найти какое-нибудь тихое местечко и почитать. На самом деле. Я всегда ношу с собой книги. Можешь сказать, что я и правда сожжаюсь в те дни. Ну, можно и так сказать, но... Книги полны удивительных и вдохновляющих людей. Люди... Ну, не полны людьми, с которым... В которых ты влюбляешься. Или людей, которые, ты знаешь, стали бы действительно хорошими друзьями. К жизнерадостными людьми, которые всегда оставляют тебя улыбаться. Или глубокомысленные. Или глубокие мыслители. И те, кто решает проблемы. И кто раскрывает загадки этой жизни. А то, когда ты смотришь на это так... И то, если посмотреть на это так, я окружена друзьями каждый день. Понимаешь? Эти друзья, они смеются надо мной. Они не насмехаются за то, что я всё время куда-то выпадаю. Они не смеются надо мной из-за моего тела. Блин. Ну, это странно, по-моему, у неё весьма привлекательная фигура. К тому же, мы уже услышали про длинные ноги. И... И они ненавидят меня за то, что веду себя, будто всё знаю. Люди такое тебе говорят. И не все знают, Экоморфи. Всё наоборот. Я ничего не знаю. Не знаю, как говорить с людьми. И не знаю, как заставить людей увидеть меня обычно. Я даже не знаю, как сделать себя счастливой. У меня есть все эти чувства. Всё, что я могу делать с ними, это читать и писать. Ну, до этого момента... Теперь, когда я начала делиться этим с тобой... Я правда поняла, чего мне не хватало всё это время. Но я же ничего не сделал. Нет. Это не так. То просто будучи терпеливым... Просто относясь ко мне с терпением и уважением... Уже это для меня очень важно. Я знаю, я сложный человек. Я говорю слишком медленно. Я всё время переспрашиваю саму себя, правильно ли я поступила. Я слишком... И вижу в вещах больше, чем есть на самом деле. Но каждый раз ты всегда обращуешься со мной, как и с любым другим человеком. Это такая редкость, что я чувствую себя комфортно. Чувствую комфорт сама с собой, когда говорю с другими. Да, это такая редкость, что я чувствую себя комфортно, когда говорю с другими. Каждый раз, когда я говорю с тобой, я чувствую себя очень счастливой. Я понимаю. Чё-то стало грустно. Я обращаюсь с тобой так, как ты этого заслуживаешь, Юрия. И если другие люди этого не видят, то чёрт с ними. Блин, ГГ вот начал, по-моему, говорить моими устами просто сейчас. Наверное, потому что я тоже в душе обычный японский школьник. У меня в виду, я присоединился к клубу. Надеюсь, что у меня появятся друзья. Да, лжец. Да, блин, всё пропускаю. И я должен сказать, что у меня уже есть один успех. Ты так не думаешь? Ага. Если так сказать, да. Мы правда друзья, не правда ли? Блин, не знаю, честно говоря, может это выражение лица должно обозначать смущение. Такое чувство, будто она хочет кого-то убить. Вот эта улыбочка выглядит жутенько. Юри. Утыкается лицом в ладони. Но на этот раз она улыбается. Хочешь показать мне свои стихи? Да. Вот проклятье, вот. Надо было всё-таки кому-то ещё подкатывать, потому что, блин, переводить её стихи, это, конечно, отдельное удовольствие. Я хочу. Блин, просто ни на что не намекаю, но, по-моему, в душе она всё-таки слегка графоман. Наверное, потому что я всё же исповедую больше стиль нацуки. Но на самом деле, я шучу. Они красивые и образные. Чудо миллионов лет созданий, когда у тропы земли хаотично встречают поверхность по чистым синим небам. Ух, как сложно. Придётся залезть в переводчик. Да, очень сложно. Во-первых, они сами по себе загадочные. И она использует более сложный язык, чем другие две. Поэтому, наверное, главный минус подкатывания к Юре, хотя, как человеку, она, наверное, не как поэт, она ко мне ближе всего. Хотя я особо мыши не изучаю, остальных двух девушек. Ну да ладно. Точнее, трёх. Я за понимание, что просто нельзя посвящать стихи, поэтому я как-то про неё забыл. Пляж чудо миллионов лет создаётся там, где у тропы земли хаотично встречают поверхность по чистым синим небам раздолье и блаженству. По чистым синим небам раздолье и блаженству, но под серыми бегущими облаками бесконечная загадка. Легче всё потеряться там, где всё может быть найдено. Человек может построить песочный замок, когда... Только когда песок мокрый. Но когда песок мокрый, приходит прилив. Он нежно... Он нежно пройдёт по основанию, пока ты не сдашься... Основанию... Основанию замка, возможно. Фундаменту. Нежно обрежет. Нежно... Будет нежно лизать фундамент, пока ты не сдашься. Или внезапно Вейна... Внезапная волна собьёт тебя вниз в мгновение ока. В любом случае, исход будет одинаковым. Но тем не менее, мы всё ещё строим... Песочные замки из песка. Вот этот, кстати, абзац мне очень понравился. Мне кажется, он один мог бы стать стихотворением. Я стою... Я стою там, где пена обвивается вокруг моих ног. Но где мои пальцы погружаются в песок. Солёный воздух терапевтичен. Брис нежен, но населён. Я погружаю мои пальцы в линию прилива, раздразненная пенными завитками. Поворачиваюсь назад и оставляю мой покой на этом побережье. Плыву вперёд и возвращаюсь навеки к земле. Честно говоря, такое чувство, что это три разных стихотворения. В каком-то смысле. Наверное, не знаю. Такое, конечно, сложно осознать сразу, тем более на ходу. Но мне на самом деле нравятся такие красивые вещи. Даже если я не могу уловить мысль, которая в них есть, но если я чувствую её присутствие, мне всё равно это во много впечатляет. Просто, я не знаю, наверное, приятно погрузиться в это сплетение слов и образов. Я знаю, что довольно бессмысленно писать такой вещи, как пляж, но я сделал всё, что смогла, чтобы подойти к этому метафорично. Да, Нацуки мне уже об этом сказала. Она сказала? Она не говорила ничего странного, ведь? Она просто хотела, чтобы мы снова написали об одной и той же вещи. Я думаю, чтобы получше сравнить разницу в наших стилях письма и в мыслительном процессе. Но это была её идея. Блин, Нацуки ничего мне не показала, весь я обман. Я знаю, неудивительно, что она хотела что-то подобное. Наверное, просто хочет выстоять тебя на показ. То, что меня особо интересовало, как она пишет, я просто согласился на её предложение, но... Я думаю, не так уж плохо писать о чём-то простом время от времени. Это освежает, понимаешь? И полезно для меня, чтобы успокоить свои мысли. Хоть на какое-то время. Думаю, я соглашусь. Спасибо, что поделилась. Ну и Моника. Привет, Морфа. Тоже подумал о том, что хочешь представить на фестивале. Ну... Быть в этом клубе это одно, но выступать перед кучей людей... Не нужно ещё об этом подумать. Хорошо, никакого давления. Но что бы ты ни делал, я уверен, что получится прекрасно. Я была бы рада этого видеть. Ха-ха-ха. В любом случае, давай посмотрим на сегодняшнюю поэму, конечно. Ух. Учитывая то, и наш мини-конфликт с ней сегодня, думаю, и поэма её не порадует. Она неплохая. Похоже, что не только... Тебе не только становится комфортнее со своим стилем. Но и картина, которую ты нарисовал, лучше той, чем в последнем стихотворении. Просто интересно, находишь вдохновление в стиле письма о Юре? Хм... Наверное. Нельзя отрицать, что она талантлива. Да, конечно. Думаю, её поэмы наиболее романтичные. Так их лучше всего описать. Она как будто совершенно другая чуя, когда она берётся за ручку. Я заметил это тоже. Или когда она говорит о литературе, в ней как будто что-то зажигается. Угу. Правда грустно, что трудно с ней говорить о чём-то личном. Поверь мне, я пыталась. Кто знает, что происходит в её голове. Я надеюсь, ты имеешь это... Ты не подразумеваешь что-то плохое под этим? Нет, конечно, нет. Я просто имела в виду, что я хотела бы, чтобы она не держала так много в себе. Но всё ещё защищаю я так. Ты, должно быть, и увлёкся. А? Ты всё неправильно поняла. Хм... Спокойся, я шучу. К тому же я уверен, что... К тому же я практически уверен, что у неё уже есть парень. Что? Правда? Да. Выдуманный, конечно. Лен, это жестокая шутка. Я сразу подумал, что они не могут... Ну, я не знаю. Мне кажется, это... Неправильно такое говорить, тем более у человека за спиной. Что Моника за этот день как-то... Несколько испортила моё впечатление о ней. Моника шепчет это не на ухо. Ну, нет ничего не плохого в этом. Да, я знаю. Просто сказала. В любом случае. Теперь я покажу тебе свои стихи. Хорошо. Леди, которая знает всё. Старая история рассказывает о леди, которая бродит по земле. Леди, которая знает всё. Прекрасная леди, которая нашла каждый ответ. Все смыслы, все цели и всё, что когда-либо существовало. И вот есть я. Пёрышко. Потерянная в небе жертва потоков ветра. День за днём я ищу, 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 ищу с крупицами надежды, зная, что легенда не существует. Но когда всё остальное подвело меня, когда все остальные отвернулись, легенда это всё, что остаётся. Последняя звёздочка, мерцающая в сумеречном небе. Ох, какое длинное. Пока в один день ветер не прекращает дуть, я падаю, и я падаю, и падаю, и падаю дальше. Лёгкая, как пёрышко. Сухая и безэмоциональная. Но рука ловит... Но рука ловит меня между большим и указательным пальцем. Рука прекрасная леди. Я смотрю в её глаза и... И не вижу конца её взгляда. Леди, которая знает всё, знает, что я думаю. Перед тем, как я могу... Как я могу заговорить, она отвечает пустым голосом. Я нашла... Я нашла каждый ответ, который все сводились ни к чему. Нет смысла, нет цели. И мы ищем только невозможное. И не твоя легенда. Твоя легенда не существует. И лёгким дуновением она... Она сдувает меня. И меня подхватывает поток ветра. Ты знаешь... Я думаю, что поиск ответов... Это... То, что придаёт жизни смысл. И то, чтобы я хотел быть слишком... То, чтобы я... То, чтобы я хотел... То, чтобы я хотел углубляться в философию. Но это было у меня на уме, Поэтому я написал об этом. Вижу. И никогда об этом не думал. Ну, блин... Герой наш вообще ни о чем не думает. Только о девушках. Ну и о том, как ужасно выступать на фестивале, видимо. Это даже парадоксально. Потому что, если бы у нас были все ответы, Разве мир не начал бы терять своё значение? Ты знаешь, есть вещь, которую я заметил. Похоже, все в клубе предпочитают писать о вещах, Которые скорее грустные, чем счастливые. Ха-ха-ха. Ты удивлён. Я имею в виду... Если бы всё было в порядке, Нам бы и не о чем было писать. Не так ли? Ну... Люди не двумерные создания. Иронично. Слушайте, этот персонаж визуальный новелл. Я думаю, ты-то знаешь лучше кого-либо. Ты имеешь в виду одномерные? Многомерные? А, да. Это. Или это правда какой-то намёк? Какой-то такой... Какое-то такое постукивание в четвёртую стену, да? В любом случае... Подск... Ежедневная подсказка Моники о том, как писать. Ты боишься делиться своим тем, что пишешь, потому что... Ты стесняешься поделиться своим написанным тобой, Потому что ты боишься, что это не очень хорошая работа. Может очень сильно обескуражить. Получить. Ну, холодный приём, так сказать. Холодную... Низкую оценку чего-то, во что ты так сильно вложился. Если найдёшь других людей, которые наслаждаются... Тем, что пишут. Тогда поделиться с ними станет гораздо легче. Потому что вместо того, чтобы просто сказать... Потому что вместо того, чтобы сказать тебе, что написано тобой хорошее, или нормальное, или плохое... В ней захотят сконцентрироваться на том, чтобы вошло в это. И на вещах, над которыми ты можешь поработать. Простите, час уже идёт. Прозаканчивать. Не знаю. По-моему, поделиться с людьми, которые что-то пишут, ещё страшнее. Ну, это как иметь свой маленький литературный клуб, ты не думаешь? Вот и мой совет на сегодня. Спасибо, что слушал. Ладно, вы трое. Мы все поделились стихами. Ну, почти все. Чё бы нам не начать... Погоди-ка секунду. Ты разве не сказал сейчас что-то странное, а? Что-то прозвучало немного необычно. Что-то странное. Верно. Ты изменила свою обычную фразу, которую... Которую ты обращалась к клубу. Это в смысле writing tip of the day? Там раньше был advice, насколько я помню. То есть совет, а не подсказка. Мои фразы... У меня такой нет. Боже. Почему сегодня такое странное настроение у всех? Похоже, даже Юрий к нему не иммунно. Застывший воздух. Обычное предзнаменование того, что-то ужасное скоро случится. В твоих книгах может быть. Послушайте, единственное, что отличается, так это то, что Сайори здесь нет. Похоже, ты прав. Это довольно печально, что её нет. Сайори всегда помогает немного... Облегчить... Общий настрой. Как будто всеобщий баланс пошатнулся, когда она ушла. Почему? Куда она убежала вообще, черт возьми? Думаю, она просто хотела в туалет. На Цуки. Можно вести себя покорректней? О! Она, на самом деле, не очень хорошо себя чувствовала и пошла, думаю, пораньше. Это так? Здесь она в порядке. Серьёзно? Из всех... И ты решил не пойти с ней домой именно тогда, когда она себя чувствует нехорошо? Видите, указали с такими двумя голубками. А, нет. Во-первых, хватит неправильно трактовать мою дружбу с Сайори. И во-вторых, она меня сегодня везде не сбегала, поэтому я не хотел настаивать. О? Это любопытное выражение я вижу у Юрия из всех людей здесь. Успокойтесь, ребятам. Говорила с ней раньше, всё в порядке. Что она сказала? Нам нужно... В любом случае, нам нужно раз... Что она сказала? Или это было в моих мусках просто? Нам нужно разобраться с остатками приготовления к фестивалю, так что давайте решим, что все будут делать на выходных. Я уже знаю, что я буду делать. Верно. Нацуки будет делать пирожные. Нам может их понравится много и с разными вкусами. Ты справишься со всем этим одна Нацуки? Я верусь за это испытание. Ну, а я... Я буду печатать... Ну, в общем, займётся она памфлетами. Сайори будет помогать с дизайном, а Юри... Юри, ты можешь... Ребят. Можете помочь мне придумать что-то для Юри? Я и бесполезна. Нет. Всё не так. Ты самый талантливый человек здесь, знаешь ли? О, боже, теперь Нацуки, да? О, боже. Даже я теперь могу это понять. Я, должно быть, всегда недооценивался, Юри, но я могу сказать, что всё... Идёт гораздо сложнее, пока её нет. Может, в этом причина. Если я не могу сама по себе быть лидером, я не смогу вырасти как личность. Так что, Юри, у тебя прекрасный почерк, ты знаешь? Поэтому тебе нужно сделать несколько баннеров и декораций, чтобы... Нас, так сказать, установить нужную атмосферу. Атмосферу? Насчёт этого я... Я люблю атмосферу. И выражение лица Юри внезапно меняется, когда он смотрит на свой стол. Сокусироваясь, начинает кивать сам от себя. Ну, ты уже, похоже, чем-то думаешь. Отлично. Ты отлично нам поможешь, Юри. Но в любом случае, остаёшься только ты. Единственные, кто действительно бесполезен. Не говори этого. На самом деле. И Насоки и Юри довольно тяжёлые задания. Думаю, будет неплохо бы кого-то помочь из ней. Конечно, можешь и мне помочь. Я это правда оценю? А, это... Моника предлагает мне провести выходные с одним из членов клуба? Как они отреагируют такое предложение? А. Думаю, я бы не возвращал броневшей помощи. Ну, даже если ты не знаешь, как печь, всегда есть немного грязной работы. Потому что Моника дает мне выбор. Ты всё равно не должен сидеть на своей заднице. Ничего не делать. Если я припоминаю, Насоки... Ты говорила, что ты бы хотела бы сама заняться выпечкой. Морф, может, не понравится быть с тобой. Так что... Возможно, ему лучше помочь с декорациями. Погоди-ка, я этого никогда не говорила. Да и насколько тяжело делать несколько декораций. Скорее, это ты придумаешь оправдание, чтобы... Морф, а что ты такое говоришь? Это будет очень кропотливая работа. А что? Выпечка нет? О чём ты думаешь? Ребята, ребята, давайте успокоимся. В конце концов, я думаю, Морф должен решить, кому он хочет помочь. К тому же... У него ещё не было время пройти... У него ещё не было шанс пройти время со мной, знаете ли. То я верю, он заинтересован. Ты действительно только что сказала. Я тоже удивлена. Простите, простите. Я просто говорю... Боже... Можем мы уже решиться на Морфе? А, конечно. Очень хорошо в таком случае. Блин. Блин. А, конечно же, мне хочется пойти с Юри. Хотя я чувствую, что пос... Ну... Ну и бросить с Юри сейчас одну. Знаете что? Давайте на этом закончим. Я не буду ничего записывать. Давайте кто-то ссоре этого момента скажет. И с кем мне пойти? Потому что... Я... Я устал всё решать. Давайте здесь остановимся. К тому же... Уже много времени прошло. Солых... Почти больше часа. С вами был Авангард. Если вам понравилось. И до новых встреч, друзья. До новых встреч в следующей серии.